МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и сегодня, как известно, отмечается Международный день Белой Трости. Он был утвержден 40 лет назад, а последние 13 лет отмечается и в России. Для незрячих праздник еще один повод напомнить обществу о проблемах, с которыми они сталкиваются. До сих пор в России не посчитали даже точное количество слепых людей. Согласно неофициальным подсчетам, их около миллиона. Для этих людей любой выход из квартиры – настоящий подвиг. В российских городах нет безопасных переходов, специальных дорожек и звуковых предупреждений. А собака-поводырь есть лишь у одного из нескольких сотен незрячих. Так, Софья Пак, вы подтверждаете это? Я напомню, что вместе с нами сегодня координатор отдела занятости по трудоустройству инвалидов Северо-Восточного административного округа. На самом деле, да, ситуация с людьми с нарушениями зрения, она достаточно тяжелая, потому что действительно звуковых светофоров достаточно мало, тифлоогреничители они есть, я вижу, что в городе их ставят, но на самом деле этого недостаточно для того, чтобы люди с инвалидностью, с нарушениями зрения могли свободно перемещаться по городу, ездить на работу и так далее. Но на самом деле не все так плохо, как кажется. Подожди, давайте сначала с первой части разберемся. Иван Юрьевич, почему недорабатывают столичные власти Москва? Они такой богатый город, чтобы поставить, оборудовать нужные перекрестки, поставить необходимые светофоры? Москва очень большой город. И в прошлом году мы проводили год равных возможностей, доступа, и фактически с этого года началась полномасштабная программа по доступности среды для всех категорий жителей, и для инвалидов, и для тех, кто незрячий, для всех облегчить возможность перемещения по Москве. Но сами понимаете, что в более чем 10-миллионном городе это, к сожалению, делается не сразу. В этом году мы такую программу продолжаем. Большие средства тратятся из городского бюджета. И в административных округах такая программа очень часто рассматривается и на коллегиях префектуры, на оперативных совещаниях. Но просто невозможно это одномоментно все сделать. Допустим, хороший пример в этом плане. Вот при метро на новых станциях строится. Но как сделать это на станциях глубокого залегания, относительно старых станциях? В других городах лифты есть. Но как построить лифт при таком... Мне кажется, Софья еще меня тоже поддержит про тактильную плитку, которая укладывается повсеместно. Например, вся Ленинградка уже практически выложена, но ее порой укладывают неправильно. И это может привести к очень тяжелым последствиям. Это раз. И во-вторых, ее почему-то красят в желтый цвет, а не укладывают сразу желтую. И, соответственно, она через месяц уже стирается, ее нужно красить по новой. И делается ненужная работа. Я как думала, на что жить. Это вопрос о зарплате, которую все получают по-разному. Софья, значит, сколько сейчас безработных в Северо-Восточном административном округе инвалидов? И уменьшается ли их число? Ну, наверное, стоит говорить не только о Северо-Восточном округе, а о Москве в целом. Хорошо, если вы располагаете этими данными, я просто просим. Только поскольку я представляю общественную организацию инвалидов, и к нам обращается порядка полторы тысячи людей в год, я могу сказать, что нам удается трудоустроить всего лишь порядка 35-40%. То есть вся остальная часть остается без работы. Их не хотят брать? Ну, естественно, нам приходится бороться с тем, преодолевать все предрассудки, которые существуют по отношению к людям с инвалидностью. И, соответственно, ту барьерную среду, которая мешает многим трудоустроиться. Иван Юрьевич, я понимаю, что не каждую цифру надо в голове держать, а вообще возможно держать. А сколько в бюджете Москвы на будущий год заложено? Какая сумма на трудоустройство инвалидов, на программы поддержки? Ну, на трудоустройство точно не скажу, но вот на разные программы, именно Департамент социальной защиты, несколько миллиардов рублей вообще у нас заложено. В сравнении с прошлыми годами эта цифра как-то изменяется? Ну, вот то, что касается социальной сферы и социальной защиты, мы не уменьшаем бюджетные показатели. И как раз у нас вся социальная сфера уже половина городского бюджета. Мы, может быть, даже немножко уменьшаем вопросы капитального строительства, но, опять же, и капитального ремонта. Но тут, опять же, стараемся сохранять именно те средства, которые направлены на обеспечение безбарьерной среды, на вот те равные возможности, о которых мы говорим. Вот это у нас приоритет. Смотрите в базовом пакете НТВ+.